Это документальная реальность, говорит о своём фильме Андрей Зайцев. Картина «Блокадный дневник» была удостоена главного приза 42-го Московского международного кинофестиваля. Историческая драма получила и приз зрительских симпатий. С режиссёром картины встретился Станислав Анисимов. «Блокадный дневник» — это история про первую, самую тяжёлую блокадную зиму Ленинграда, в которой от голода умерло больше всего людей. В основе сценария — автобиографическая повесть Ольги Бергольц, «Дневные звёзды» и другие воспоминания блокадников, которые изучал режиссёр перед написанием сценария. Это в детстве! Это в детстве! Я просто разделял, у меня было несколько файлов, и я заносил, соответственно, это всё. Была папка деталей, папка быт, папка случая и так далее. И ты, собственно говоря, набираешь огромное количество материалов из самых разных источников. И дальше перед тобой такое вот огромное количество материалов. Объединяет собранный материал главная героиня — Ольга. Она хочет увидеть отца и собирается пересечь блокадный город. По её словам, похоже на замёрзшее подводное царство. Красивое и страшное одновременно. Мы договорились, что мы будем снимать в основном на длинную фокусе, как будто бы наблюдая за людьми издалека, подглядывая, как это часто бывает в документальном кино. И поэтому это была основная манера съёмки. Андрей Зайцев убирал для сценария эпизоды из блокадной жизни, описанные ленинградцами, но отсутствующие в доступной военной кинохронике. По словам режиссёра, фильм — это попытка визуализации воспоминаний блокадников. Поэтому описываемые события представляют собой документальную реальность и не являются художественным вымыслом. Отсюда и отсутствие цвета в блокадных эпизодах ленты. Это всё уже как матрица. У меня это заложено в сознании. Я не могу себе представить блокаду цветной. Я не могу себе представить войну цветную. То есть та хроника, на которой мы выросли, которая была снята в военное время, она уже настолько сформировала сознание, ну, конкретно моё, что цветная блокада для меня была неприемлема. Блокадный гивник снимали четыре месяца, с декабря по март. На улицах пришлось искусственно воссоздавать сугробы, которые были в блокадную зиму. Андрей Зайцев особо отмечает, что он хотел передать зрителю ощущение холода. Павильонных съёмок в фильме не было. Мы в реальных домах, в которых реально пережили блокаду. И даже когда мы снимали обои, мы находили обои газеты 17-го года. Вот в этих реальных домах, переживших блокаду, в них действительно было холодно. Мы все ходили в пуховиках и в валенках. Старались всё это максимально приблизить. Мнения критиков разделились. Одни считают фильм нереалистичным, отталкивающим. Другие указывают на то, что в ленте Андрея Зайцева столько ужасающей правды о блокаде, что он обязательно будет поражать и шокировать. Станислав Анисимов, Павел Ребрик, Екатерина Титова. Новости культуры.